Александр Михайлович, поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями на матч, а потом будут вопросы. Мы понимали, что когда-то факел должно прорвать после трех неудач, потому что подобраны хорошие футболисты и со временем должны они сыграться. Были к этому готовы, абсолютно к этой манере игры, когда стараются в силовой манере продавить, прежде всего через игру вверху за Болотного. Но, в общем-то, это удалось, мы не справились, нас продавили на втором этаже и продавили в стандартных положениях. В игре нашей команды по-прежнему просматривается много несогласованности, в оборонительных действиях, прежде всего, отсюда такой и неутешительный результат. Пожалуйста, вопрос. Бывшие игроки вашей команды, которые сегодня против вас вышли, Гриднеф и Рылов, насколько какие-то персональные его установки? Ну, мы знали, и в силу каждого, возможности каждого. В общем-то, Артур практически сегодня, наверное, из десятка стандартных положений, все выполнял очень классно для своей команды. Очень трудно, проигрывая за Болотному второй этаж, очень трудно было против таких передач бороться. И, в общем-то, в конечном итоге это и привело к пропущенным мячам. Гриднеф, ну, в своей манере строго сыграл, в общем-то, это ожидаемо. Это наши потери, скажем так, по отношению к прошлому году состава. То есть вы бы не против, чтобы они остались? Я очень надеялся, что они останутся. Но получилось по-другому. Это жизнь. Задачи какие стоят перед вашей командой? Ну, у нас по-прежнему задачи. Команда вот третий год подряд сильно обновляется, причем делает это в летний период. Самый неудобный для этого. Поэтому наша задача стоит первая – сыгрываться сейчас. Вторая задача – исправить финансовое положение. Но это уже больше к клубу относится, чем к команде. Ну, а нам вернуть доброе имя неуступчивой играющей команды, которая имеет свой почерк и свой стиль. Пока мы это потеряли. У Шейникова с «Факелом» всегда такие непростые взаимоотношения на поле были. Вот что вы знали о сегодняшнем «Факеле»? Как вы к этому матчу готовились? Как обычно в режиме просматривал матчи «Факела», делал нарезки, составлял для ребят характеристику игры команды. На чем команда играет, где ее слабые стороны, где ее сильные стороны. Готовились к этому в недельном цикле. Александр Михайлович, вы уже говорили о не самом хорошем финансовом положении. Насколько все равно плохое? Совсем провальное или все-таки просто не финансирование? Ну, оно не провальное, но не финансирование постоянное. Все долги, они продолжаются. И мне не хочется об этом говорить и делать какой-то акцент. Это никак не связано с уровнем нашей игры. Просто это не позволяет развиваться команде, развиваться клубу и нас ограничивает. Повторяюсь, это никак не связано с сегодняшним состоянием команды и качеством игры. А если бы состояние команды финансового было бы, наверное, людей вновь и других взять? Я не имею права так говорить, как тренер. Футболисты, которых мы пригласили, это у нас осознанный выбор. Они нас устраивают. И пока у нас не получается того образа игры, который мы представляем, над которым работаем. Но не получилось сегодня на выезде. Мы играли, извините, не с халабала командой. Команда, от которой все многого ожидали. И она, я уверен, в конечном итоге оправдает эти ожидания. Постфакт, понятно, что это разговор, конечно, в кузы бедных. Но все-таки что-то изменили бы сейчас в подготовке к игре? Нет, опять же говорю, я пока неприятно удивлен, то, что мы практически 100% единоборства вверху. При достаточно примитивных подачах к нашей штрафной мы проиграли. Павел Гусев, главный тренер футбольного клуба ФАКИ, вашему вниманию. Папа Телевич, ну, как обычно, первые впечатления матча вашего? Ну, хотел бы всех поздравить с победой. Болельщиков наших ребятам выразить огромную благодарность. Я восхищен их отношением в этой сложной ситуации турнирной. После трех поражений сыграть сегодня очень хорошего уровня. Игру команда провела. Провела, если брать, то безоговорочная победа. Несмотря на то, что складывалась для нас игра, с точки зрения психологии, другая, может быть, другая команда. И, скажем, психологически могла сыграть, ну, скажем так, психологически неустойчивость проявить в этой ситуации. В этой ситуации. Смотрите, какая ситуация. Трудинерная ситуация. Раз. При явном преимуществе в начале игры мы не забиваем три мяча, которые, ну, два-то из них должны были заканчиваться. Два эпизода с фланговыми проходами, с передачей в центральную зону должны были заканчиваться взятие ворот. Не забываем. Несчастье. Во второй игре подряд срезка в газовике, гол в свои ворота получаем. Срезка здесь, гол в свои ворота получаем. И вот я за это, вот именно за мастерство и за характер, которое команда провела, очень благодарен ребятам. Хотя сегодня попали мы впервые в такую жару, да и вам жарко, и нам на скамейке, всем жарко. Но, тем не менее, очень качественную игру, и выдержали темп, и во втором тайме прибавили, прибавили. И очень рад, что третий мяч забит после наигранной комбинации. Прошла, наконец, она все. Единственное, что есть шероховатости, есть замечания, то мы будем разбираться и в оборонительных действиях, там, тактического плана, расчеты небольшие. И есть претензии, конечно, по реализации. По реализации создавать столько моментов. Хотя три мяча – приличный результат. Вот в общем, я бы еще раз говорю, очень благодарен ребятам и очень благодарен болельщикам за ту поддержку, которую оказали команды на комбинации. Бабытия Ильич, можете сказать, что это лучшая игра за время всего вашего древесного последнего проекта? Ну, наверное, да. По содержанию игры и все, по это все. У нас были огромные проблемы, и они остаются на сегодняшний день. Остаются огромные проблемы, связанные с тем, что у нас перед этой игрой, у нас лазарет в лазарете было шесть человек. Шесть человек. Те ребята, которые мы приглашали в миссисонье, мы пришли к нам в миссисонье, на которых мы, в принципе, рассчитывали. Более опытные, более квалифицированные, поигравшие на уровне ФНЛ, некоторые даже в премьер-лиге ребята играли. Все, и у нас, получается, у нас лазарет был шесть человек. Это Касьян, Степанец. По одной тренировке перед этой игрой провели, по одной тренировке провели у нас Жиляев, Гриднев, Жиляев, Гриднев и Самсон. По одной тренировке. Они до этого тренировались все с доктором, восстанавливались после серьезных травм. И плюс перед игрой с Газовиком мы почечные колики, Ваня Дранникова, Камень, мочиточники, все. Поэтому шесть человек основного состава отсутствовало. Тем не менее, благодарен ребятам, которые после травм вышли и сыграли на пределе своих физических сил. И еще раз говорю, преклоняюсь перед ребятами. В первом тайме в отдельных моментах показалось, что компактности не хватает. В середине поля как-то с высоким прессингом не очень получалось. В связи с этим я просто хочу понять, вот все-таки тандем бикетов-мурнин идут в глине, так как сегодня было. Наверное, вот финальная связка в середине поля. Ну, поля не вышли в основном составе. Я после игры с Газовиком сразу сказал, что меня не удовлетворила игра в средней линии поля. Если вы обратили внимание, мы сегодня вышли полностью, все четыре человека, мы поменяли среднюю линию. И совсем другая картина, несмотря на то, что я сказал. Хотя и эти ребята там квалифицированы, но поменялся рисунок игры. Если вы обратили внимание, мы поменяли тактическую схему, возвратились к тому варианту, по которому мы играли тактически в прошлый год практически весь сезон. Да, мы играли, если до этого мы играли 4-5-1, 4-5-1 все три игры, то сегодня мы играли 4-4-2. И то, что прессинга по такой погоде очень сложно прессинговать. Я сказал, ребята, мы прессингуем эпизодически. При потере мяча на половине соперника ближний вступает в единогорство, дабы лишить возможности принять правильное решение, сделать хорошую передачу на двух достаточно квалифицированных форвардов. Манадышинник, это Ямалаян, Микмезин, хорошая форварда. Здесь задача была. А потом мы садились и уповали на быстрые атаки, что, собственно, и привело к такому результату. Видите, сколько было фланговых атак быстрых, да, с нацеленной передачей сюда, в центральную часть полиции. Хромало завершение, а так, в принципе, план, который принимался, ребята выдержали. Дутов, Гриднев, это все-таки больше домашняя связка? Ну, я не скажу, что это домашняя связка. Все дело в том, что и Дутов, и Гриднев, если брать, допустим, они неплохо оба в отборе играют, и больше работают они, речи, да, речи, и разгоняют атаку быстрее все. До этого играли Мурнин с Бикетовым. Бикетов выполняет большой объем работы, черновой работы, но от обостряющих действий по центральной оси маловато. Андрей обладает очень хорошими качествами видения поля, с хорошим пасом, да, но ему динамики немножко не хватает. Вот, все. А здесь, ребята, и динамика, и акцент атаки с одного фланга приходят в центральную часть, сразу идет, включается противоположный хавбек, и перевод идет, все. Вот это ценное качество, конечно. Они более качественно стали вести игру здесь в центральной части поля. А до этого не играют в связи с физическим неотнимаемым стоит? Нет, ну я же сказал, у нас до этого не играли, они травмированы были, один и второй. Один и второй. У нас был, я же сказал, три дня после первой игры, он был заменен в Санкт-Петербурге. Адутов появился после медицинского обследования, и Дутов за день до игры с газовиком, ему дали только добро на то, что он может тренироваться, и все, и я сильно рисковал, ставя его вот сюда, в оформную зону. Но, тем не менее, парень очень характерный, отыграл в газовике, сколько было, он вот 90 минут отыграл, а он не тренировался до этого три недели, пока шло обследование. Все, поэтому особая вот честь и хвала ребятам, которые вышли. и все, и тоже Самсонов он получил травму в первой игре в Санкт-Петербурге. Но это связано с покрытием, да, и Дутов надрыв в задней поверхности бедра, то есть этот Гриднев, и у этого, у Самсонова повреждена была связка кренового сустава, мы рискнули его здесь, поставили с Томском, и усугубил он эту травму, и практически он не готовился ни Гриднев, ни он, в газовике не было, не ездили даже, уже с человеком эти лечились. А парамагинерские Абазовы сзади? Есть, нет, есть замечания, особенно замечания, ну, вопросы к Абазову, очень, ну, скажем так, тактического плана просчета есть, позиционные ошибки, великолепное качество, головой играет здорово, скорость великолепная, а вот в тактическом плане у него есть пробелы, надеемся на то, что поймет наши требования, и будет прибавлять от игры к игре. Сложность в чем, вы видели сегодня у вас, вышло там пять человек, новых совершенно ребят, которые на сегодняшний день их 11 команд, и вот это большая ротация, я говорил еще раз повторю, что требуется время, время для того, чтобы команда сыгралась, какие-то проблески появляются, но для этого нужно время. А, извините, что перебиваю, Свежова куда встраивать? Так, предполагаем. Ну, Свежова очень хорошего, конструктивного плана игрок в средней части поля, все, ближе сюда к атаке, и от атаки все. Я думаю, хорошего игрока всегда можно найти ему место, все, но, опять же, Витя пришел у нас последнее, последнее, перед началом чемпионата, уже незадолго до начала чемпионата, и пришел не в лучшем своем состоянии, так же, как и остальные ребята в больших группах, но в прибывших. Они вот на фоне тех ребят, которые с нами проходили полноценно сборы и играли в чемпионате, в предыдущем чемпионате, они функционально, скажем так, не в одном состоянии пришли, а тоже опять. Ну, функционально можно подтянуть, главное, чтобы они были требования, и все. Вопрос времени, вопрос сыгранности. А не стерилизация моментов, это, на ваш взгляд, недостаточно мистерства или нервы от нуля очков? Ну, я где-то и одно, и второе, одно и второе. Большое желание, огромное желание побыстрее отыграться, побыстрее забить. Ну, допустим, в ситуации, когда Гриднев головой, да, наклонялся, с линии вратарской бил в первом тайме в упор практически, там необходимости не было, там ногой нужно было играть, да, Миша Бирюков головой, когда вратарь выручил, да, в первом тайме, когда было заболотной, после великолепной передачи, там центральную часть, практически в упор, вратарь, я все. Желание, и то, и другое сказывается. Техническая оснащенность или желание. Редактор субтитров А.Семкин